Добрый день! Сегодня 10 июля 2022 года. Я, наконец-то, записываю ролик про нашу поездку в Атлантик-Сити, потому что завтра мы отправляемся в Новую Англию. И я очень хотела взять паузу в поездках, потому как за первые пять месяцев я съездила пять раз и говорю, не устала от такой тяжелой жизни, хочу дома посидеть. Но вот не хватило этого времени, ролик записать. То есть в свое время злопыхатели пустили молву по поводу того, что Галина не показывает дом, потому что она врет, потому что никакого дома она не купила. Люди просто не понимают, что какая у нас интересная жизнь здесь может быть. Так что даже для ролик порой времени не хватает. Я очень хочу снова начать ходить в школу хотя бы один раз в неделю. Я знаю, что за тот день я запишу столько, что будет хватать, чтобы ролики снова выходили ежедневно. Но на сегодняшний день пока вот обходимся тем, что есть. То есть я не могу не записать этого ролика, потому что завтра я уже буду в новом месте. И я постараюсь впечатления ежедневно по чуть-чуть записывать, чтобы они не стерлись. Вот сейчас мне даже пришлось заходить на телефон и смотреть. Да, мы были в мае. А когда же в мае? Ну вот нашла фотографии от 15-го и 17-го, поэтому напишу, что были мы в середине мая в Атлантик-Сити. Это была моя первая поездка туда. И это была, наверное, шестая или седьмая поездка для Лерри, но он не был там много лет. Поскольку он жил в Нью-Йорке, и там было буквально 3, наверное, с небольшим часа, он туда мотался. И для него это был и любимый отдых, и возможность очередную даму проверить на вшивость, как она себя там ведёт. Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что мы по дороге всегда останавливаемся в ресторе, чтобы в туалет сходить погулять. И вот в Виржинии у меня каждый раз, когда я сюда попадаю, у меня фотография возле вот этого любимого слова «любовь». И я разместила фотографии и своей Леррины, и следующая фотография, которая у меня есть, это очень необычный напиток. Мы, естественно, останавливаемся где-то в ресторане покушать, и поскольку дорога дальняя, то мы не обходимся вот фастфуд просто куда-то заскочить, взять либо в машину, либо там быстро съесть и дальше полететь. Мы уже так с чувством, с толком, с расстановкой. И я, чтобы даже не забыть и вам порекомендовать, вот сделала фотографию с ресита, которую мы получили в этом ресторане. Это мексиканский ресторан. Я люблю маргариту, а здесь я выбрала ананасовое. Ну, я думала, что добавит ананасового сока. Посмотрите, какую неземную красоту мне принесли. И кроме того, это было еще и вкусно. То есть ананас вот весь правдешный, причем они вынули из него сердцевину так, что вот центральная несъедобная, так сказать, часть, она там оставалась. Мне кажется, что ее даже и видно. Да, вот ее видно. Напиток такой страшный, зеленый-зеленый, но красивый и вкусный. Поэтому, если попадете, то я вам очень рекомендую такой себе купить. Попробуйте и меня вспомните. Так, у меня вот здесь есть комнатка наша, которую мы сняли. Ларисам все заказывал, потому что он там все знает. И он снял номер в отеле, который называется Тропикана. Тропикана. Он в Вегасе тоже есть. И он такой прямо заурядный-заурядный. И мы когда-то в самую первую поездку жили рядом с ним и туда ходили на завтраки. Сама я больше никогда там не останавливалась. Всегда выбираешь что-то новое и каждый раз другое. И когда он выбрал этот отель, я думаю, ну что ж, такой-то простой отель. Можно было чего-нибудь и покруче. А оказалось, что это самый крутой отель из тех, которые там находятся. Мы заходили и в Цезарь, в Сизар Пеллес и еще в какой-то. И я так поняла, что наш-то самый раз замечательный. Причем комната, в которой мы жили, я не уточняла, но мне кажется, что это новый корпус, который они прикупили. Потому что три других здания, которые входят в этот отель, они достаточно высокие. А это на половину высоты всего. И сама та комната, которую я вам показываю, она и уютная, и с приличным ремонтом. И все чистенько, аккуратненько, хорошо. Мне очень понравилась комната. А вот добраться до нее приходится вот буквально по навигатору, я бы так сказала. Нам приходилось даже в двух разных лифтах добираться. То есть доезжаешь, допустим, не помню, уже до пятого или седьмого этажа, проходишь дальше мимо бассейна, мимо различных площадок и выходишь уже к другому лифту и снова поднимаешься. Зато вот сейчас я вижу, вспоминаю о том, что у нас была частично Ocean View, что называется. Эти номера обычно подороже, потому что вот из нашего окна он не самый лучший вид, но он есть этот вид. То есть море оказалось рядышком. И я сразу же сказала, ой, что ж мы сейчас-то приехали? Раз тут море рядом и казино рядом, то это же можно собрать приятное с полезным и днём покупаться или утром и вечером покупаться, а днём и поздно вечером уже поиграть и побродить. Но решили летом съездить, но, наверное, не этим летом поедем, потому что сейчас мы тащимся в Новую Англию и уже сюда заезжать не будем. Не знаю, было ли вы у него в планах сюда проехать или пролететь, потому что я запросила, чтобы меня свозили на Ниагарский водопад. И поэтому ему пришлось все планы перекраивать, хотя они получились не очень логичные. Сейчас только разговаривала с Люсей. Мы обе с ней пришли к одному и тому же выводу, что надо с ней согласовывать нашу поездку, когда мы едем в ту сторону, потому как... Вот сейчас Лэри как раз отменяет отель, потому что Люся сказала, не-не-не, даже если вы приедете в это время, то уже в ту сторону просто не едьте, потому что вы будете ползти по той дороге трафик. Вы и то расстояние, которое там буквально всего полтора часа от Бостона, он купил отель, чтобы все семь часов не ехать до водопада, а после перелета и достаточно длинного дня отдохнуть. Она сказала, не, не, что вы, давайте сюда. И поэтому он отменяет отель, будем первую ночь ночевать у Люси, а она шампусика нам уже купила и каких-то продуктов уже тоже заготовила. Вот это вот такое счастье иметь такую подругу. И я знаю, что и женщина, когда она к нам прилетела, она прилетала к нам в гости, он сказал, не-не, Люсю я поеду встречать. Он только ее слышал и видел у нас, но по телевизору шла такая строка, кто звонит. Сначала возмутился, что с чего тебе мужик без конца звонит. Из Бостона это ее сыночек, оказывается, оформлял телефоны семейные все. А потом он уже выучил, что Люси из Бостона звонит. И этот вот тоже удивленно так смотрит, что что-то, такие тоже друзья есть, вот такие тоже есть. И это просто благословение иметь таких друзей. Она мне каждый день названивает, все согласовывает. Ой, лапа люблю, не могу. Я тут каких-то блюд наснимала. А, это был чуть ли не кубинский ресторан, его подавали вот так, на газетке, будто бы на газетке, так как у них принято. Но было очень вкусно, я его тоже рекомендую. В этом отеле вы его найдете, если я не найду. А я вам показываю завтрак. Вот на следующей картинке показываю завтрак, потому как я на завтрак не хожу, но когда я увидела их ассортимент, даже мне захотелось сходить и позавтракать, но может быть не рано, а попозже. По-моему, они до 11 сервируют завтрак, и рядом я увидела вот эту Летти. Я так привыкла, что самая яркая дама я, и вдруг вот такая звезда, которая еще ярче меня. И я у нее попросила разрешения с ней сфотографироваться, потому что ну куда же вот с такими рукавами-то, это я тут не помню. Кстати, я закрыта почему-то шарфом, я его вам показывала, этот шарф, который Ирочка мне самолично сделала, другая Ирочка, которая из Тольятти сделала, и мне его подарила, я им прикрыта, не знаю, а ветер был, ветер с моря дул, то есть в эти дни мне пришлось шарфиком закрываться, а девочка вот такой вот какую-то штучку-дрючку с такими шикарными рукавами сделала. Те наши прогулки, которые по самому городу, я их поставлю по ходу, буду вот так вот кусочки вставлять по ходу, где вот, кстати, Сизер Пелос тоже есть, мы в него тоже заходили, мы искали ресторан какой-то, Лэри выбрал ресторан, и мы в него там заходили, а оказывается, из-за пандемии его закрыли. Есть такие неприятности тоже, и поэтому мы поехали туда, куда поехали, и вот, смотрите, я должна поставить этот вагончик, автобусик такой. Специально для туристов сделано, потому что вот по этому дощатому настилу транспорт не ездит, только велосипеды и туристический такой автобус, который вдоль этой линии проведет, то есть это не Вегас, это не просто не Вегас, а далеко-далеко не Вегас, и несколько могло возникнуть вот таких очагов, тлачных и сегмент грешных мест. Я вам в свое время рассказывала, что мы Новый год ездили, встречали в Hot Springs, Арканса, по-моему, по горной дороге, мы туда ехали, от нас недалеко было, часа 3-4, наверное, всего, и там тоже, там еще и минеральная вода, и там любили зависать итальянская мафия, и первоначально планировалось, что здесь будет вот такой оазис, но там был полицейский, который сказал, не-не-не, то есть, кажется, он делал хорошее дело, а на сегодняшний день, когда туда приезжаешь и видишь, что местечко-то не развивается, думаешь, зря ты вот стал бороться за нравственность, глядишь, и сюда бы люди едели, то есть, от нас, чем лететь в Вегас, было бы удобнее в Hot Springs, и даже просто на машине на своей ездить, мы вот из Нью-Йорка, казалось бы, смотрите, сколько населения на этом побережье, и вот сюда бы в Атлантик-Сити люди тащились, но летят через всю страну и летят в Вегас, потому что там все шикарнее, здесь практически только одна улица, вот эта злачная, но смотрите, какое шикарное расположение, это не в пустыню вы летите, где воздух настолько сухой, что я за неделю это начинаю чувствовать на своей коже, а здесь море рядом, море рядом, такая красота, и это можно все это сочетать, и он не развился в этот, вот еще маленький стенд я вам сняла, потому что это мои проблемы, то есть я завтракать не хочу и не могу наверное даже, но зато я уже где-то к 11-12 часам готова что-то перекусить, а в час мы ланчуемся, и чтобы голодной не быть надо что-то есть, и я вот подошла к этому стенду, чтобы что-то выбрать, посмотреть, и я ничего не выбрала, я ничегошечки не выбрала, потому что все большое и знаю очень сытное, и если я все это съем, то я уже не буду ланчеваться, а я хочу нормальный ланч съесть, и я на это на все посмотрела и очень пожалела, что я не взяла наши юсановские бары, вот сейчас мы как раз упаковываемся, я с утра наряды подбирала, я уже положила прямо огромную пачку, вот там 14 штук, я 4 штучки убрала, а 10 забираю с собой, что вот на такой случай, что будет допустим или 10, или 11, или 12 часов, я буду перекусывать с тем, чтобы и голодной не быть, и на ланч потом нормально питаться, а не просто что-то перехватывать, и вот здесь у меня believe it or not, я вам снимала уже этот музей в нескольких местах, оказывается, в Atlantic City он тоже есть, они по идее одинаковые, но они все разные, и в каждый из них хочется зайти, но мы добрели до него, уже в последний вечер он был закрыт, это тогда, когда мы искали ресторан, но пришлось воспользоваться любимым Лерином азиатским рестораном, он был неплохой, и остальные все картинки я вам наставлю, это то, как мы поиграли, мне очень везло, очень везло, но каждый день сотню, которую мне Лерри выдавала, я проигрывала, и я знаю, что наши слова имеют очень сильную энергетическую направленность, и я догадываюсь, почему, и я выигрывая много, ничего домой не привезла, и Лерри точно так же, мы играли много на машинах, он тоже с возбуждением все это поиграл, но тоже каждый день проигрывал свои 100 долларов, и вот к какому выводу я пришла, я вам рассказывала о том, что дома мы играем в карты, играем в карты на деньги, мы считаем очки, играем каждый день, практически редкий день, когда пропускаем, мы играем всего три игры, ну, чтобы победитель был понятен, хотя и по двум можно по очкам уже выявить победителя, но как-то так сложилось, что с первого дня мы играем три игры, и по результатам этой игры, тот, кто набрал больше очков, вернее, проиграл больше, он и вносит эту плату в нашу коробочку, эту замечательную коробочку, сейчас я ее, кстати, достану, вот она, наша замечательная коробочка с Парижем, с Эфелевой башней, вернее, там и монетки тоже есть, мы в нее складываем наши денежки, вот в этот раз у нас более четырехсот долларов здесь лежит уже, и куча-куча мелочи, мелочь я забираю понемножечку с тем, чтобы малую иногда развлекать, мы вот эту коробочку называли wasting money, то есть те деньги, которые можно спустить, мы их и спустили, что называется, как корабль назовешь, так он и поплывет, и поэтому теперь он у нас называется совсем по-другому, мы придумали этой коробочке раз замечательное название, а в прошлый раз у нас что-то много-много набралось, то есть это вот за неполные два месяца мы набрали уже четыреста долларов на то, чтобы на них поиграть, потому что я не знаю, как в тех местах, куда мы будем ездить, а в Бостоне-то не просто есть казино, я вам уже его и показывала, это Уин, это родной брат того самого Вина, который один из шикарнейших отелей в Вегасе, вот они, может, еще где-то построили такие здания, но вот в Бостоне он есть и совсем недавно построенный, и мы с Люсей туда уже ездили, я, по-моему, долларов 300 в прошлый раз выиграла у нее в этом казино, а в этот раз мы туда поедем даже ночевать, потому что у моей подруги бонусы за то, что она у нас такой не просто игрок, а везучий игрок, то есть, чем больше вы играете, тем больше бонусов вы получаете, и у нее какая-то золотая карта или платиновая уже карта, и она в качестве бонуса получает две ночи каждый месяц, и казалось бы, но вот есть у вас две ночи, вот и балуйте себя, тем более, что все равно вы туда ездите, и, ну, и останьтесь на ночь, и до работы ближе, домой можно не ехать, потому что раньше надо было кота накормить, а сейчас и кота нет, и она все равно вот такой души человек, что она предпочитает кого-то побаловать, и дочечка ее с подружками там ночует, и сыночка с семьей, и ее ближайшие друзья, и вот мы в этот раз тоже попадаем побаловать себя вот таким образом, причем в Вине самом я еще никогда не жила, Вин и Анкор, это два шикарных здания, такие как запятые, они в Вегасе стоят, мы до них не добрались, потому что они дорогущие, наверное, долларов по 300 за ночь, и если вы приходите в комнату только ночевать, и есть возможность поночевать за 100 долларов, а не за 300, то я ни разу в этом отеле и не сняла еще комнатку, но вот оказывается и в таком отеле при казино я тоже смогу переночевать, замечательная Люся, я готова Едиферамбы петь очень долго, мы сядем с ней, либо выйдем прямо на стрим, либо запишем какой-то ролик, я ее очень-очень люблю, спасибо всем, кто заходит и на этот канал, тоже с вами была Галина Смесь, я желаю вам всем мира и в Вегас, я не еду, несмотря на то, что у меня отставание наверное или два, или три, то есть вот скоро будет 18 лет, как я живу, а последний ролик у меня записан по-моему 14 раз, я была и была это в прошлом году, надо ехать, но пока война не закончится, я себе такой роскоши не позволяю, как только победа прогремит, так сразу же мы с Лерей купим билеты и уже из Вегаса вам тоже покажем, мой любимый Вегас меня пока просто ждет, всего доброго, пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok